Вообще следует сказать о самой распространенной периодизации мировой европейской философии Мы пока не берем философию Востока, Индии, Китая Мы их рассмотрим отдельно, у них там была своя система Мы пока берем классическую европейскую философию Так вот, классическая европейская философия подразделяется на четыре этапа Во-первых, это античная философия, примерно с VI века до нашей эры И по IV-V век после нашей эры Затем средневековая философия, это V-XIV века нашей эры Иногда сюда же включается философия эпохи Возрождения, XIV-XV, иногда XVI век Иногда она не включается сюда Третий этап философии нового времени Это XV или XVI век и до середины XIX века То есть до Шупенгауэра и Ницше, до философии жизни И после Ницше современная философия Это вторая половина XIX, XX век, начало XXI века Пока про начало XXI века непонятно, считать ли это современной философией Или каким-то вообще другим этапом Вот, все эти периоды имеют также переходные периоды То есть перед античной философией был период протофилософии Где-то от Гомера, VIII век, до VII века Там был такой салон Разные другие мыслители-мудрецы Допустим, семь мудрецов известных греческих Не совсем философия, такая протофилософия Потом античная философия под влиянием христианства Во II-III веке начинает трансформироваться в патристику Тоже очень странные процессы Образование приходит в упадок Философия приходит в упадок Но под влиянием религии появляются элементы магии, аскетизма Вот, и с III века по V Это уже не античная философия, но еще не средневековая Такой странный переходный период Затем вот философия эпохи Возрождения Переходный период от средних веков к новому времени Это вот от Данте, Боккачо и Петрарки Через Лоренцо Валлу, Марсилио Фичино Итальянских философов И поздневизантийских философов Вроде Гемиста Плефона К философии нового времени Уже там, где карты Беккона И переходный период в XIX веке Шопенгауэр, Керке Гор Да и Ницше, в общем-то, тоже довольно переходная фигура Там уже своя история будет Ну и, наверное, современная философия Ее тоже можно рассматривать как некий переходный этап Вот С чего начиналась философия? С чего начиналась античная греческая философия? Она начиналась с поиска первоначала По-гречески первоначала это архе Причем архе переводится не просто как начало Но и как власть, руководство Что-то, что находится превыше всего Первые философы пытались найти архе В природе В элементах этого мира Значит, первым философом считается традиционно Фалес Милецкий Он жил в конце VII века В первой половине VI века до н.э. Его называют отцом философии Вот Но интересно, что в некоторых текстах Древнегреческих Его также называют мудрецом То есть мы помним, что Пифагор говорил, что философ Это не тот, кто нашел мудрость Но тот, кто ее ищет Вот И Фалес вроде Искал мудрость Но его также называют Мудрецом Вот Про Фалеса сохранилась интересная история О том, как он Якобы шел По По городу Там за городом Смотрел на звезды Вот И не заметил Колодца Колодцы были такие Типа купалин И упал в колодец Вот И служанка, которая там набирала воду Высмеяла его И сказала, что вот Истинный философ Вот Смотришь На небо А сам Не видишь Что у тебя под ногами Вот Но зато он знал Как устроено небо И Фалес Желая доказать Что он не промах На самом деле Что философия Вещь полезная Он подсчитал Когда в стране Должен был Случиться Урожай Хороший Оливок И перед самоурожаем Он скупил За бесценок Фактически Все маслодавильни Ну масло делали Из оливок Он скупил Все маслодавильни И соответственно Когда Урожай пошел Все стали делать масло А все маслодавильни У Фалеса И все пошли к нему И он заработал Огромное количество Денег на этом Вот Таким образом Философы Очень любят Эту историю Потому что Большинство философов Это довольно Бедный народ Вот А он Якобы Философы Все-таки Могут что-то Придумать И выжить Как там Вот Еще Философу Приписывали Знаменитое Изречение Которое Было написано На фронтоне Храма Дельфийского Оракула И который Очень любил Сократ Изречение Гносис И Автон Познай Самого себя Которое Говорит О необходимости Саморефлексии Вот Фалесу Также Приписывают Трактат О солнцестоянии Равноденствия И Также Учебник По астрономии По-видимому Для моряков Который Имел Вероятно Практическое Значение То есть Звезды Он знал Не понаслышке Вот До нас К сожалению Дошли Лишь Небольшие Фрагменты Его Сочинений И то В виде Пересказа Вот И по сути Мы знаем Только два Фрагмента Философских Из него Первый фрагмент Говорит Что все Создано Из воды Второй фрагмент Говорит Что все Полно богов Вот и все Собственно Что мы имеем По поводу Фалеса По поводу Того Что все Создано Из воды Русский Философ Сергей Трубецкой Замечает Что Это По сути Философский Монизм Монизм От слова Монос Один То есть Речь идет О неком Едином Принципе О едином Основании Из чего Все Появилось Вот Это Самое Архе Позднее Философы Будут Называть Это Архе Сущностью Усией Или Субстанцией То есть Это То Что Остается Неизменным При Изменении Всего Окружающего Из чего Все Происходит Как Из Находящегося В состоянии Покоя Все Не только Происходит Но еще И Уходит Вот Кроме Того Здесь Можно Заметить Что Здесь Очень Много Религиозности Касательно Воды Мы уже Упоминали Что Для Гомера Океан Это Всего Прародитель И В разных Мифологиях Океан И вода Являются Основателями Из чего Все Происходит И вот Фалес Видимо Связан С этой Мифологической Традицией Вот Еще Есть Некие Следы Которые Ведут Критомикенской Культуре Тоже Почитающие Водную Стихию То есть Вода Вероятно Понималась Фалесом Тоже Не просто Как вода А как Некое Живое Существо Рождающее Других Живых Существ Вот Здесь Вероятно Повлияло И тот Факт Что Фалес Жил На берегу Моря Милет Находился В Малой Азии Вот Некоторые Правда Считают Что Фалес Рассматривал Воду Не как Некий Божественный Первый Принцип Все Таки Рационально Философски Как Природное Явление Или Как Какую-то Категорию Какое-то Понятие Вот Так или Иначе Но Нужно Учитывать Что Фалес Занимался Физикой Вот И Вода Для него Была Также Еще Физической Субстанцией Вот Некоторые Авторы Пересказывают Пересказывая Фалесом Утверждают Что Он Считал Что В центре Океана Плавает Плоская Земля Вот То есть У него Была Еще Какая-то Космология География Вот Ну Вот Что Можно Сказать Примерно О Фалесе Анаксимандр Анаксимандр Был учеником Фалеса Тоже Исследовал Первоначало Архе Вот Жил он Около 547 610 Года 610 545 Годов Вот И По всей Видимости Он Издал Своё Сочинение Написанное Прозой Называлось О природе Перифюсеус По-гречески То есть О физике Поэтому Их называют Натурфилософа То есть Изучающий Природу Но От этого Трактата У нас Немного Дошло Вот Он Пишет Что Все Вещи Происходят Из какого-то Начала И в это же Начало Возвращаются Согласно Порядку Времен Вот Это Начало Собственно Называется Им Апиэроном Апиэрон Буквально С греческого Значит Беспредельное Не имеющего Границ Вот Что это такое Не имеющая границ Историки Спорят до сих пор Не совсем понятно Что он имел ввиду По видимости Это какая-то Бесконечная Сущность Которая Не меняется И Которая Содержит в себе Все вещи Мира Которые Из нее Происходят Единое И много Покой И движение Все происходит Из Апиэрона Вот Апиэрон Выглядит Достаточно Абстрактной Сущностью Поэтому Некоторые Философы Считали Что Здесь Речь идет Именно О Философской Абстракции Некоторые Говорили Что Греки Не любили Абстракции Не любили Бесконечности Они боялись Абстрактных Сущностей Мыслили Вполне Конкретно И поэтому Апиэрон Это все же Некоторая Конкретная Категория Являющаяся Чем-то Средним Между Огнем И Воздухом Но Само слово Все-таки Переводится Как Неопределенное И По всей Видимости Мы должны Признать Что это Абстрактный Термин Вот У Анаксимандра Существовала Также Интересная Теория Физическая Вот Он считал Что Из Беспредельного Первоначала Выделяются Выделяются Холодное И теплое Начало Здесь Есть некие Аналогии С мифологиями Воздух И вода Например В Египте Шу И Тефнут Вот Затем Холодный Воздух Окружается Огненной Корой И Будучи согретым Образует Огненные Вихри Огненные Вихри Разрывают Кору Несколько Колец И Каждое Из этих Колец Окружается Темным Воздухом Воздух Приводит Эти кольца В движение Кольца Начинают Вращаться И Они Распределяются Эти кольца На самом Верху Находится Круг Кольцо Солнца Затем Кольцо Для Луны И Ближе Всего К Земле Круг Звезд В Воздушных Слоях Над Землей Есть Некие Круглые Отверстия И Вот Якобы Через Эти Отверстия Мы Видим Огонь Разных Сфер Сферу Звезд Сферу Солнца Сферу Луны То есть Если мы Посмотрим На небо С точки Зрения Аноксимандра Там Все Наполнено Разными Видами Света Вот Но мы Видим Лишь Маленькую Дырочку Все Это И Сферы Вращаются И Вращаются Дырочки Вместе Со Сферами Поэтому Мы Видим Такое Движение Солнца Луны И звезд На небе Такая Была У него Интересная Теория Вот Любопытно Что Аноксимандр Считал Что В центре Мира Находится Земля Вот Земля Окружена Воздухом При этом Земля По Аноксимандру Не круглая А в форме Цилиндра Вот Ну Естественно Не было Исследований По поводу Земли Поэтому Так Считал Вот И Земля Остается Неподвижной Поскольку Она В центре Вот Зачем И двигаться Если Она В центре Двигается Все Остальное Вот То есть Это Попытка Создать Некую Научную Картину Мира Здесь Нет Богов Которые Колесницы Свои По Солнцу Кунь Гелиос Там Это Чисто Такая Рациональная Картина Мира Ошибочная Но Независимая От Богов Вот Самое Интересное То Что У Ноксимандра Были Также Теории Происхождения Жизни На Земле Например У него Есть Нечто Похожее На Теорию Эволюции Вот Иногда Его Даже Называют Античным Дарвином В частности Ноксимандр Считал Что Первоначальная Земля Была Во Влажном Состоянии Затем Появился Воздух Затем Появилась Суша И Первые Животные Поэтому Были Водными Вышли Из воды И Они Были Прародителями Для Человека Вот Причем Напоминает Некого Ихтиандра То есть Рыба Человека От Которого И Произошел Человек Вот Тоже Интересное Такое Замечание Вот Еще Надо Обратить Внимание Что Для Аноксимандра Как и для Фалеса Природой Фюсисом Была Не Просто Материя Скажем Так Неодушевленная А материя Одушевленная Живая Материя То есть Это Еще Религиозное Сознание Да Он Не Олицетворяет Эту Материю В виде Богов Но Он Все-таки Считает Что Она Божественна По Своему Характеру Аноксимен Аноксимен Жил В 585 525 Годах До Нашей Эры Он Был Учеником Аноксимандра И он Попытался Синтезировать Теорию Фалеса И Теорию Аноксимандра Интересно Что Аноксимена Последующие Философы Гораздо Больше Значения Ему Придавали Чем Фалесу Аноксимандру Аноксимен Считался Как бы Выразителем Итоговой Милецкой Философской Традиции Вот Так вот Он Определил Что Беспредельное Не может быть Неопределимым Оно должно быть В какой-то степени Вещественным И Чтобы От него Рождались Все другие Элементы Все другие Стихии И поэтому Он определил Беспредельное Как воздух Потому что Воздух Содержит в себе Характеристики Как Опейрона Его нельзя Попробовать Он невидим Невесом Как считали Греки С другой стороны Воздух Все-таки Можно представить В виде тумана Для какого-то Дыхания То есть Он обладает Некоторыми Свойствами Вещества Вот То есть Это не совсем Уход от Абстракции Максимандрайт Скорее всего Синтез Вот Между Абстракцией И Между Вещественностью Фалеса Вот С тем Чтобы решить Проблему Единого И многого То есть Как Из многого Из единого Произошло Многое То есть Все вещи Мира Из единого Первоначала Потому что В воздухе Уже Содержится Многое Уже Содержится Вещество Вот И Анаксимен Писал Что Воздух Образует Все множество Вещей Очень просто Путем Либо Разрежения Либо Сгущения Сгущается Появляется Земля Разрежается Получается Огонь И И так далее И дальше Эти элементы Стихии Комбинируются И получается Весь остальной Видимый Мир Вот Об Анаксимене Еще известно Что Что он считал Мир Живым Существом Ну в общем-то Как и Афалес И Анаксимандр Он считал Что мир Дышит Подобно Тому Как душа Будучи воздухом Держит Нас Так Дыхание И воздух Объемлют Весь мир Это второй Фрагмент Душа Понимается Как само Дыхание Вот мы Как бы уже Говорили в связи С религией Историей религии Вот От Однокоренного Слова Дух Дыхание Дух Однокоренные Землю Анаксимен Представлял Плоским Диском От которого Воздух Поднимается Испарение Из этих Влажных Испарений Образуется Небесные Тела Которые Подобно Листьям Носятся В воздухе Планеты Это Неподвижные Звезды Прикрепленные Как гвозди К хрустальному Своду Небес Такая Красивая Концепция Вот Затем В Милете Философия Приходит В упадок Поскольку Начинается Там Всякая Политическая Заварушка Например Греко-персидские Войны Когда Милет Был взят Разрушен Вот Правда Традиция Не умерла Там Еще Существовали Другие Разные Философы Гиппон Например Вот Он Считал Основанием Мироздания Влагу То есть Не воду А влагу Тоже Была Оригинальная Философия Но До нас Не дошло Практически Данных О ней Вот Некоторые Поддерживали Концепцию Аноксимена Считая Началом Всего Воздух Например Идей Или Диоген Аполонийский Ну И Дальше Наступает Уже Другой Период Дуалистической Философии Когда Философы Признают Что Начало Не одно Что Их Может Быть И два И духовное И материальное Вот И Что Не обязательно Признавать Единое Начало